Метромикония инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Авексима, ОАО, Россия, КОТА и ТИЭКС, G01 и F20 активное вещество, метронидозол лекарственное. Форма, метромикония форма выпуска, упаковка и состав препарата метромикония. Суппозитории вагинальной и торпедообразной формы, белой или белой с желтоватым оттенком, на срезе допускается наличие воздушного. Стержня или воронкообразного углубления. 1 суп, метронидозол 500 мг, миконозола, нитрат 100 мг, вспомогательные вещества, запатентованная форма, супа цирам. Полусинтетические глицериды, для максимально равномерного распределения действующего вещества. 7 штат упаковки, ячейковые контурные из ПВХП пленки, 2 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Препарат с антибактериальным, противопротозойным и противогрибковым действием для местного применения в гинекологии фармакотерапевтическая группа. Противомикробное и комбинированное средство, противомикробное и противопротозойное средство плюс противогрибковое средство, фармакологическое действие. Метронидозол относится к 5-нитроимедозолам и является препаратом с бактерицидным типом действия, проявляющим тропность, способность взаимодействия с дезоксирибонуклеиновой кислоте. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы метронидозола внутриклеточными транспортными протеинами, анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидозола взаимодействует с дезоксирибонуклеиновой кислотой клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий. Активен в отношении простейших, тричомоносвагинолис, энтамобахистолитика, а также облигатных анаэробных бактерий, грамотрицательных бактероиды с SPP. В том числе бактероиды с Фраджелис, бактероиды с Дистасонис, бактероиды с Аватус, бактероиды с Титеатаомикрон, бактероиды с Волгейтус, Фусобактериум SPP. Виланилла SPP, П. Ревотелла SPP, П. Ревотелла Бивия, П. Ревотелла Бака, П. Ревотелла Дизиенс, грамоположительных, Кластридиум SPP. Айбактериум SPP, Пептококкус SPP, Пептострептококкус SPP, Мобиланкус SPP и факультативного анаэроба Гарднерелла Вагинолис. К метронидозолу – нечувствительные аэробные микроорганизмы, но в присутствии смешанной флоры, аэробы, и анаэробы, метронидозол действует синергично с антибиотиками, эффективными против обычных аэробов. Меконазол является противогрибковым средством, производным азола. При интравагинальном применении активен в основном в отношении кандидоалбиконос. Фунгоцидный и фунгистатический эффект миконазола обусловлен ингибированием биосинтеза эргостерола оболочки и плазматических мембран. Грибов – изменением липидного состава и проницаемости клеточной стенки, вызывая гибель клетки гриба. Показания к применению влагалищной инфекции – вагинальный кандидоз, трихомонадный вагинит и вульвовагинит, бактериальный вагиноз, смешанная вагинальная инфекция. Способ применения и дозы интравагинально. Острые вагиниты – бактериальный вагиноз, по одному суппозиторию утром и на ночь, в течение 7 дней подряд. Хронические вагиниты – по одному суппозиторию один раз в сутки, непосредственно перед сном, в течение 14 дней подряд. Часто рецидивирующие вагиниты или при отсутствии положительной клинической динамики при лечении другими методами – по одному суппозиторию. Утром и на ночь – в течение 14 дней. Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки при помощи ножниц, разрезать пленку по контуру суппозитория, ввести его глубоко во влагалище. Противопоказания применения Гиперчувствительность к компонентам препарата или другим производным нитроэмидазола, айтриместр беременности, период лактации. Детский возраст до 18 лет, у девственниц. С осторожностью, при печеночной и почечной недостаточности, порфирии, нарушении кроветворения и заболеваниях периферической и центральной нервной системы, сахарный диабет, нарушение микроциркуляции, при беременности, 2 и 3 триместры. Применение у детей противопоказан детям до 18 лет. Особое указание. При применении препарата следует воздерживаться от половых контактов. С целью избежания повторного инфицирования необходимо одновременное лечение полового партнера. В случае трихомонадного вагенита целесообразно одновременное лечение полового партнера метарбнедозолом для приема внутрь. Во время лечения и по крайней мере, в течение 24-48 часов после окончания курса лечения следует избегать приема этанола, возможно непереносимость этанола. Не рекомендуется одновременное применение препарата с контрацептивными диафрагмами и презервативами из каучука или латекса, возможно взаимодействие с ценовой суппозиториев. При сильном раздражении влагалища лечение препаратом следует прекратить. Суппозитории следует применять только интравагинально, их нельзя проглатывать или применять другим способом. В случае применения препарата совместно с метарбнедозолом для приема внутрь, особенно при повторном курсе, необходим контроль картины. Периферической крови, опасность лейкопении, влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами, рекомендуется соблюдать осторожность. Так как возможное, негативное влияние на способность к вождению автомашины и управлению сложными механизмами не может быть исключено. При появлении побочных эффектов со стороны центральной нервной системы следует воздержаться от управления автотранспортом и работы с потенциально опасными механизмами. Лекарственное взаимодействие В связи с попаданием метарбнедозола в системный кровоток могут отмечать следующие реакции взаимодействия при одновременном применении. С некоторыми веществами, пероральные антикоагулянты, усиливается действие непрямых антикоагулянтов. Дисульфиром, могут наблюдаться нарушения со стороны ЦНС, психические реакции, не, следует назначать метарбнедозол больным, которые принимали дисульфиром в течение последних два недель. Фенитоин, повышается концентрация фенитоина в крови, а концентрация метарбнедозола в крови снижается. Препараты лития, может наблюдаться повышение их токсичности. Фенобарбитал, снижается концентрация метарбнедозола в крови. Циметидин, может повыситься концентрация метарбнедозола в крови. Астемизол и терфинодин, метронидозол и миконозол ингибируют метаболизм этих препаратов и повышают концентрацию плазмы крови. Этанол – взаимодействие метронидозола с этанолом вызывает десульфиромоподобные реакции.